Вакцинация Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня администрация Байдена объявила, что требования всеобщей вакцинации работников компаний, на которых занято больше 100 человек, вступят в силу 4 января. Касается это требования 84 миллионов человек. Те, кто не получит прививки, должны будут проходить тесты на вирус каждую неделю. Ответственность за вакцинацию возлагается на руководство компаний с огромными штрафами для нарушителей. Под угрозой этих денежных наказаний, как считают владельцы компаний, будут заинтересованы в очень жестком контроле за работниками и мало заинтересованы в процедуре еженедельных проверок тех, кто будет от прививок уклоняться. Увольнения в связи и также под предлогом отсутствия прививок являются вполне вероятными. Также объявлено, что к 4 января должны пройти вакцинацию все медицинские работники учреждений, получающих финансирование в рамках федеральных программ Медикэра и Медикейда. Не в последнюю очередь это касается работников домов для престарелых и аналогичных учреждений для тех, кто находится в зоне особого риска с точки зрения заражения вирусом. Это еще 17 миллионов человек. О программе прививок для всех сотрудников компании, имеющих больше 100 работников, Байден объявил впервые еще в сентябре. С тех пор проходила добровольно принудительная вакцинация федеральных служащих. Аналогичные требования вводились в отношении работников отдельных штатов и муниципальных работников в больших особенных городах и не в последнюю очередь это, конечно, Нью-Йорк. В отношении же частного сектора, управлять которым намного более трудно, было продолжавшееся два месяца молчания. И только пару дней тому назад Министерство труда заявило, что скоро будут опубликованы конкретные требования и правила для вакцинации сотрудников больших компаний. И сегодня это произошло. При этом компания Ford поразила всех своими возможными, возможно, и не совсем законными, близкими связями с администрацией. Ford часа за два до объявления об этих новых обязательных правилах заявил, что добровольно решил потребовать от 32 тысяч своих постоянных служащих пройти прививки до 8 декабря. Под угрозой отправки их в неоплачиваемый отпуск. Хоть и всего за два часа до официального требования Вашингтона, а это акция Ford, однако, все равно приятно для администрации, как как бы добровольная демонстрация солидарности. Хотя многие считают, что Ford о предстоящем через два часа заявлении предупредили. Ford вообще имеет историю инициатив в поддержку Белого дома, но в результате федеральное правительство закупает в основном машины Ford, так же, как, кстати, и многие штаты. Нью-Йоркская администрация по транспорту объявила, что не будет выплачивать компенсацию в полмиллиона долларов в случае гибели от вируса невакцинированных рабочих и водителей метрополитена, автобусного и другого общественного транспорта. До настоящего времени подобная страховка на случай гибели работников включала и все случаи, связанные с вирусом. А теперь отсутствие прививок рассматривается с юридической точки зрения, как безответственность и вина самого работника. Демократы в Палате представителей вновь внесли все-таки в проектах закона о социальных реформах положение об оплачиваемом отпуске в 4 недели по состоянию здоровья и по семейным, как бы, обстоятельствам. Этот шаг стал первой законодательной реакцией демократов на их неожиданно слабое выступление на выборах во вторник. Оплачиваемый отпуска обсуждается уже очень долго. Положение об отпуске было одним из центральных в ходе предвыборной кампании. Оно первоначально было включено в закон о социальных реформах, но затем, пытаясь сократить стоимость закона вдвое, положение об отпуске выкинули. Но сейчас демократы в Палате представителей осознали срочную необходимость поднять рейтинг партии и идут в этой связи на неоднозначные, в принципе, меры. Дело в том, что в Сенате положение об отпуске пройдет вряд ли, так как против него уже не раз. И последний раз сегодня высказывался сенатор Менчин, демократ-центрист, которого смущает огромная стоимость этой программы. А принятие Палатой положений, которые обречены на провал, могут рейтинг демократов не только не поднять, но и произвести обратное воздействие. Но некоторые демократы сейчас близки даже, наверное, к панике, которая способствует нелогичным метаниям. Также демократы в Палате представителей высказали столько, что из-за включения в закон положения о резком росте списаний местных налогов при уплате налогов федеральных. Сейчас списание местных налогов ограничено 10 тысячами, и их планируют повысить аж до 72 тысяч. То есть сверхвысокие налоги на недвижимость в таких демократических штатах, как Нью-Джерси и Нью-Йорк, будут в какой-то степени компенсированы де-факто снижением для домовладельцев федеральных налогов. Конечно, демократы избежали поражения в Нью-Джерси, где губернатора демократа Мерфи на второй срок переизбрали, но разрыв с никому неизвестным кандидатом от республиканцев у Мерфи составил всего один позорный процент. И это с точки зрения выборов в следующем году для демократов не победа, а почти звонок с того света. Ну и, конечно, демократы проиграли губернаторскую гонку в Виржинии. И также итоги выборов в других штатах показали серьезное разочарование избирателей в демократах. В числе наиболее острых проблем, вызывающих недовольство, избиратели называли рост цен, также нарушение поставок товаров, дефицит на товары, которые пользуются особенно высоким спросом, ну и появление такой необычной для Америки проблемы, как острая нехватка рабочей силы в самых разных областях. В Виржинии при этом даже перед экономикой избиратели ставили все-таки вопрос о школах. У школьников после года прекращения нормальных занятий сейчас большие трудности с учебой, особенно вследствие необходимости наверстывать упущенной того, что дети разучились заниматься даже с минимальным напряжением. А многочисленные левые учителя сейчас при всем этом считают главной своей задачей преподавать ученикам американскую историю, как историю борьбы черной расы за свободу. Согласно опросам, избиратели в Виржинии, например, говорили после голосования, что у демократов сейчас имеет место вообще-то исторический момент, когда они имеют большинство и в обеих палатах Конгресса, и в Белом доме, но при этом они используют это свое преимущество пока что для того, чтобы подказываться принять беспрецедентно масштабный двухпартийный закон о строительстве инфраструктуры, который даст высокооплачиваемую работу тысячам людей и мощный импульс экономики. Сегодня Великобритания стала первой страной, утвердившей лекарство компании Merck, которое лечит заболевания коронавирусом. Средство это может быть использовано в виде таблетки или капсулы. Лекарство получило в Великобритании название молнулировир. Оно должно использоваться как можно быстрее после заражения, желательно в первые пять дней после появления симптомов. Лекарство изменяет генетический код вируса таким образом, чтобы он не мог размножаться. К настоящему времени борьба с вирусом, как известно, имеет место практически только за счет вакцинации, то есть за счет иммунной системы самого организма, которая получает информацию об этом вирусе. Есть некоторые лекарства против коронавируса, такие как ремдисевир или стероиды, но они, однако, имеют серьезные негативные последствия и применяются только, когда человек уже попадает в госпиталь. А новое лекарство, как показывают его клинические испытания, может резко сокращать после заражения возможность госпитализации и смерти больного. Изучение этого лекарства компании Merck имеет место и в США. Вопрос о разрешении на его использование, как ожидают, будет решен в течение месяца. В следующей части о том, что рост акций – это средство против повышения цен. Оставайтесь с нами.